Здравствуйте дорогие друзья! С вами снова фирма Петерсон и я Эдуард Петер и сегодня я решил все-таки пойти на свой канал со своей проблемой. Ну, вы знаете, что как бы проблемы обычно я решаю сам, но в этот раз, вы видите, сколько времени прошло, я не могу сдвинуться дальше. Почему? Потому что у меня две идеи в голове и они зашли в клинч между собой и я не могу решить, что из них лучше. Поэтому я и хочу вашей помощи попросить. Дело в том, что одна идея у меня состояла, вы помните, да, что я хотел сделать модель лунохода, сделать полочку, на полочку поставить и все. А вторая у меня модель, вернее вторая идея мне вдруг пришла в голову, что сделать то, что никто не делал. Никто не делал тоже барельефные марки, объемные, да, никто не делал. Дай я попробую. И вот сегодня мы с вами это действительно превратим в действительность и уже посмотрим вместе, ну, как будет выглядеть просто этот луноход модель, вы себе представляете. И вот я теперь смогу посмотреть, как будет выглядеть в рамке вот именно рельефной. Ну, и вы мне подскажите. Я вам сейчас покажу, в принципе, освещу, что я хочу сделать для полной ясности. Давай посмотрим. Вот так теперь выглядит моя почтовых марков галерея. Вот посередине этот, вы уже это видели, но, обратите внимание, эти совсем другие стали. Более аккуратные, маленькие и смотрятся гораздо лучше. Так вот, передо мной встала дилемма. Или же я сделаю модель все-таки лунохода и вот тут линия места, видите, как раз помещается, да, встанет. Или же я сделаю барельеф. Что я при этом имею в виду, сейчас расскажу. Кто-то, наверное, помнит, вот моего динозавра летающего, я не помню, как он называется, Ахеротропсикс какой-то, не помню. Вот он у меня был вот на этой рамке обтянутой, да. Но мне все время что-то не нравилось, что-то незаконченное мне виделось в этой картине. Ну и вот я сейчас придумал следующее, чтобы посмотреть, как выглядит, как будет выглядеть вот эта так называемая барельефная марка, да, марка барельеф. Я решил попробовать ее изготовить. Сейчас вот, вот возьму вот этот вот, опять же, который ее прикрывает. Вот здесь сделаю вырезы. Вот я купил такую штуку. Она мне делает вырезы вот таких кружочков. И эти кружочки я вот сюда приклеиваю, лишняя обреза. Ну, а потом мы посмотрим, как это все будет выглядеть в рамке, да, и вы мне потом уже сможете подсказать. Так, первое, что нам нужно будет сделать, это вот накрошить тут этих треугольничков. Ну, я думаю, штук пятьдесят надо. Ну, после того, как я купил вот эту вырезалку, становится очень просто нарезать такие штуки. Берешь, нажимаешь и появляется такой кружочек. Потом их надо отсюда вытаскивать. Ну, и далее использую вот этот клей. Нет, круг не этот, вот этот. Ну, это, по идее, это резиновый клей. Тут он называется у нас по-другому, но, по сути, делать ничто иное. Так, и вот мы его сейчас... Ну, это, по-другому, но, по сути, делать ничто иное. Даже если вы ошиблись, видите, клей позволяет себя спокойно убрать и сделать все по-новое. Ну, ошиблись мы, потому что вот тут надо делать. Вот так. Между ними миллиметров пять оставим. В общем, это дело нудное, но мусное. Но вас я мучить, конечно, не буду. Уже покажу, когда полностью будет готово. Окей? Так, ну, вроде бы все. Я закончил почти. Не надо еще на эту марочку нанести такие всякие названия. Вообще, это Архая Терокс. Вот это вот. Но так как этих мало, приходится выдумывать на каком-то чужом языке. Вот. Такие названия. Ну, это будет висеть у меня дома, так что никто не заметит, кроме меня. Ну, вот так это бы смотрелось на... в моей галерее, скажем так. Специально сделал, чтобы можно было полюбоваться, посмотреть и к чему-то, к какому-то решению прийти. Так что, оставляя, ребята, на ваш суд, подумайте, что по-вашему смотрелось бы здесь лучше. Или лучше. Или модель на полочке, или вот такая, как эта птичка, только вместо птички будет луноход. Что вам больше понравится, скажите обоснуйте. Ну, а я с вами прощаюсь. Всего вам доброго, друзья. Пока. Пока.